Под милицией, там много было чистого золота, мне говорили, что там 50 килограмм было этого золота, там были камни драгоценные, это очень тяжелый Евангелие, и оно еще, плюс еще имело большую историческую ценность, там листы были очень старые, это было древнее Евангелие какое-то, и привезли его в специальной машине бронированной, и были охранники, и в соборе стояли там, в штатском эти охранники, они оберегали не только безопасность этого служения, но еще и это Евангелие. Вот, и я должен был нести это Евангелие, это очень тяжелый труд, не спеша нужно идти, и сделать вид, что тебе вообще не тяжело абсолютно, и нести, а потом еще поднести к царским вратам открытым, и приподнять, и еще, и спеть, но там просто диакон говорил, ты главное подними, главное не упади, споем мы уже и без тебя споем, главное не упади. Ну там еще пару этих, и под меня подстраховывали, конечно, значит, если что. Вот, но, так вот, я нес это Евангелие, потом это Евангелие ложили в соборе, значит, целовали это Евангелие люди. Вот, и у нас был протодиакон, бас такой, сильный бас, это Евангелие пело очень красиво, но ничего не понятно было. И самое важное, самое интересное, я это знал, даже самому протодиакону этому, исполняющему Евангелие, было непонятно это Евангелие. Друзья, это было, понимаете ли, вот, само пение Евангелия красивое, оно ничего не дает нашему человеку внутреннему. Вера отслышания. Библия записана на понятном языке, друзья мои. Евангелие, Новый Завет, написан на каком греческом? На греческом языке, да, знаете? Но есть греческий литературный язык, а есть греческий такой прудный язык. Наречие называется Койе. Так вот, Новый Завет написан на простонародном греческом языке. На языке не философов и литераторов того времени, а на языке торговцев, на языке рабов, на языке простолюдина. Почему? Бог хотел с самого начала быть понятным всем категориям граждан. Он хотел быть понятным, доступным. И вы знаете, сегодня делать языковой барьер, культурный барьер между Богом и человеком, вообще недопустимо, считаю. Недопустимо. В христианской церкви, по крайней мере, недопустимо. Слава Иисусу! И, друзья мои, Евангелие может красиво петься, но вера, она отслышание слова. И вот тогда, в 96-м это было все, когда я снова нашел свою Библию. Не ту в храме, которая была у меня, большая Библия, а свою Библию на понятном мне русском языке. Я открыл ее. Вы знаете, я просто, я сегодня утром говорил о том, как Бог сказал мою жизнь. Несколько слов, которые изменили мое отношение к служению моему. Но тогда тоже я кое-что услышал. Я вам признаюсь честно, тогда тоже прозвучало слово. И оно изменило меня. Оно просто, я жил несколько лет только лишь этим словом. Вы знаете, я не слышал больше ничего тогда. Я услышал следующее, посмотри. И, знаете, я смотрю, смотрю книгу, ничего не вижу, просто у меня как все сливается даже просто. Вот и почему у тебя было все хуже и хуже? Ты старался больше, а было хуже. И вот дальше прозвучало следующее, дословно цитирую. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. И все, больше ничего не слышал. Но вдруг я понял в ту же секунду, что это как в диалоге. Он сказал, а сейчас ожидает, что же я скажу. Это было так странно. Есть такие моменты в нашей жизни, когда Бог ожидает от нас что-то. Как вот мы порой ожидаем от Него. И порой очень долго, годы ожидаем от Него какого-то слова. Но вы знаете, если посмотрим с его колокольника, мы увидим другую картину. Он порой годами ждет от нас какого-то слова. Годами ожидает, ждет. Просто умоляет, скажи это слово, пожалуйста, скажи. И очень часто глухо. Очень часто мы не реагируем правильно. И понимаете, вот слава Богу за нашу обоюдность. Когда мы, вот это греки называют элеутерпион. Когда воля Бога и воля человека, когда мы вместе. Вот так вот. И вы знаете, и что получилось? Я сказал следующее. Друзья, я, во-первых, покаялся. Вот честно говорю, я просил прощения. Вот это было естественно, это было просто из сердца. Я просил прощения, что я Библию не читал эти годы. От Него никак не отговоришься, что я все-таки читал. Я все-таки торжественно провозглашами это слово. Я не жил этим словом. Это самое главное был мой грех тогда. И вы знаете, друзья, и я сказал Богу следующее. Безопаснее доверять твоему слову. Безопаснее доверять твоему слову. И вот с того дня началась моя реформация. Друзья, у нас время, я так понимаю. Так вот, я хочу завершить. Сегодня из истории церкви я говорил немного. Из своей личной истории жизни тоже рассказывал некоторые моменты. Я думаю, сегодняшний вечер был назидательным. Думаю, ответил на многие вопросы. Но завтра я именно по запискам пройдусь. Хорошо? Завтра вечером ваши записки будут прощены. Значит, я их прочту и отвечу. Хорошо? И на видео это будет также записано все. Да, и завтра приносите ваши записочки. Я постараюсь ответить на них. Друзья мои. Святой Господь, Он сейчас здесь. Он сейчас здесь. И слава Богу, что мы сегодня, верующие разных динаминаций, сегодня вместе вокруг Него объединяемся, вокруг нашего единого Господа. Давайте мы встанем. Однажды пророк Исаия видел нечто. Он видел потрясающую картину. Однажды вокруг Господа он увидел этих небесных животных, этих существ. Как назвать их, не знаю. Их в Библии называют Серафимы. Они были огненные. Они имели шесть крыл, каждый из них. Закрывали лица, ноги и двумя парили. И они взывали друг к другу. Кадош, Кадош, Кадош. По-русски. Свят, свят, свят. Адонай, Элогин, Саваот. Господь, Бог всемогущий, Саваоф. Эти небесные создания, они взывали друг к другу. Они находились прямо возле Господа. И они взывали друг к другу. Свят, свят, свят. И они говорили это вечно. Друзья, им не скучно. Возле Бога не скучно абсолютно. Возле Бога не скучно. И нам это кажется просто непонятно, как так. Можно день-два повосхищаться, год-два-десять повосхищаться. А потом что? Потом серые будни с Богом. Нет. Когда Господь с нами, вечная радость, вечное обновление. И всегда Он что-то новое открывает в себе. И всегда что-то удивительное в Нем есть. То, что никогда для нас не приестся, никогда нам не надоест абсолютно. Это все новое. Это все творю, все новое, Он говорит. Есть время покаяться, есть время помолиться. Кадош, 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 Свят, 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 Свят. Кадош, Кадош, Кадош. Адонай, Элогим, Цеваот. Свят, Свят, Господь, Бог Всемогущий. Благоставен Ты и благоставенно Царство Твое. Боже Всемогущий, мы благодарны Тебе за спасение. Благодарен Тебе, Господь, за кровь агонца Твоего, за святую кровь, пролида на кресте Голгофы, для спасения всех нас, евреев, русских, украинцев, американцев, африканцев, за спасение людей всех национальностей и культур, за кровь Твою святую, которая сегодня также сильно искупляет род человеческий, за кровь Твою святую, которой омываемся мы в этом общении с Тобой и друг с другом от всякого греха, за кровь Твою святую, Господь, сегодня соединяющие тело Твое, Господь святой, Церковь Твою святую, благословен Ты, Господь, Бог наш, собравший нас сегодня вместе, распусти нас с миром, пусть Твой шалом святой будет в наших сердцах, пусть Твой мир святой будет в каждом сердце, Боже, великий и могучий, да святится имя Твое, мы благодарны Тебе, Господь, Барух Шем Кевот, Малхутолеулам Ваэт, благословенно имя Царства Твое, благословенного во веков, Аминь. Боже всемогучий, я умоляю Тебя, Господь, прибудь с нами этой ночью, и завтра, и послезавтра, Господь, Боже, собери нас вместе, Боже, эти два вечера оставшиеся, я умоляю Тебя, Господь, говори к нашим сердцам, позволь ответить на эти вопросы правильно, Господь, и позволь всем нам понять Тебя еще лучше, еще больше, Слово Твое понять, Господь, освободиться, потому что познание приносит нам освобождение, Боже, и пусть познание истины приносит освобождение, Господь, всем тем, кто вокруг нас, Господь, Боже, пусть в этом городе будет познание истины, которое принесет свободу этому городу, Господь, свободу от всякого религиозного оккультизма, от всякого греха, Боже всемогущий, пусть в каждом храме, молитвенном доме, собрании народа Твоего, прославляется имя Твое, Святое, имя Иисуса провозглашается, Господь, Боже, и пусть, Господь, в каждом храме звучит Твое Слово, живое и действенное, не просто, Господь, в Слово, но живое Слово и действенное Слово, Боже, пусть священники получат откровение, Господь, пусть не слепые ведут слепых, но прозревшие, зрячие ведут прозревших, Господь, в Целство Твое, Боже всемогущий, Ты благ и милости в Господь, во имя Иисуса, Аминь. Друзья мои, в этой молитве еще пару минут, друзья мои, завтрашний день, он еще является такой православной Ханукой, православная Ханука, что такое праздник Хануки, знаете, да, ну, еврейское Рождество еще, значит, дело в том, что есть праздник Ханука, это в Библии он встречается только лишь разжды, в Библии новое это уже, это в 10 главе Евангелия от Иоанна, 22 стихе сказано, что был праздник обновления, има и храм, и был в притворе Соломоновым, значит, Иисус, он был в храме, и вот, значит, и праздник обновления, буквально Ханука, обновления, Иисус почтил этот праздник, Он был на этом празднике, Он почтил этот праздник, почему? В чем ценность этого праздника для нас сегодня? Потому что это праздник реформации, это праздник обновления, И завтра по календарю православной церкви почитается праздник маковеев этих. Маковеев это не праздник наркомана, мак веет, говорят еще в народе. Маковеев это не слово мак. Макаби значит молот, кувалда. Есть такая комедия, если вы видели, может быть, американская, очень потрясающая, еврейский молот называется. Вот об этом хануке рождественном, там с юмором таким интересным. Но буквально ханука, молот, кувалда. Это праздник реформаторов. Маковеев это были реформаторы. Они решились на великое дело. Они не захотели терпеть многобожий идлопоклонство в своем народе. Они ревновали о том, чтобы народ Израиля был чист, свободен. Не просто внешне от агрессора, от этих греческих, тогда сирийских завоевателей этих. Это был антиохий Епифан такой был, тиран, который пришел с войсками в Израиль, который оккупировал Израиль тогда. Это было лет за 200 до Иисуса Христа. Продолжение следует...